Здравствуйте, меня зовут Иван Русских, я приветствую вас на канале Процветок. Я являюсь научным сотрудником биологического факультета БГУ, а также педагогом дополнительного образования Республиканского центра экологии и краеведения. Думаю, наши встречи будут интересны и полезны для всех садоводов, огородников и тех, кто интересуется садово-огородной тематикой. Сегодняшняя наша встреча будет посвящена актуальной теме. Это подготовка семян к посеву. Сейчас наиболее актуальным является подготовка семян овощных культур, которые размножаются семенами и высаживаются через рассаду. И очень важно правильно подготовить семена для выращивания рассады. Одним из этапов такой подготовки является протравливание семян. Зачем это необходимо? Необходимо это для того, чтобы избавить семена от той инфекции, которая находится на поверхности семян. Такая инфекция на поверхности семян находится все время. Это неизбежно. Бактерии и грибы патогенные все время сопутствуют растениям, как бы мы ни старались от них избавиться. Особенно это касается случаев, когда семена выращиваются без применения тяжелых химических препаратов в процессе выращивания. Ну, если вы, например, сами собрали томаты или огурцы, положили их дозариваться, и потом выделили семена, и хотите получить рассаду, чтобы вырастить урожай с своего собственного сбора семян. Для того, чтобы продемонстрировать вам, как правильно протравливать семена и какие для этого существуют способы, мы взяли семена томатов. И почему томаты? Потому что томаты очень сильно страдают от всевозможных бактериальных и грибных заболеваний. И одним из наиболее опасных заболеваний в процессе выращивания рассады является черная ножка. Черная ножка вызывается бактериями. А это очень опасно. Почему? Потому что фунгицидные препараты, которые вы можете купить в магазине и использовать для протравливания семян, неэффективны против бактерий. Для этого мы с вами разберем 14 способов различных, как, с помощью чего можно протравить семена томатов. Среди способов для протравливания семян, которых существует огромное множество, и очень много информации можно найти в интернете, мы выбрали 14 способов. Ну, скорее даже 13, потому что один из них это просто промывание чистой водой. Для протравливания семян мы будем использовать раствор зеленки, примерно чайная ложка на полстакана воды. Хлоркиксидин, это препарат, который можно легко достать в аптеке. Толченый чеснок, настоянный в течение суток в воде, примерно 2-3 зубчика на 100 мл воды. Это 40-градусный раствор спирта. Это раствор хлорки, ну или обычного средства для отбеливания и дезинфекции. Раствор обыкновенного жидкого мыла, медный купорос, примерно 2% раствор, это означает, что пол чайной ложки растворяется в 100 мл воды. Также мы используем сок алоэ 50%, я просто взял несколько листьев алоэ, примерно 50 мл сока оттуда выдавил и разбавил пополам с водой. Также это перекись водорода. В интернете существуют различные рекомендации от 5% до 1% раствора. Мы взяли 3% раствор перекиси водорода. Также мы приготовим 2% раствор борной кислоты и добавим несколько капель йода на 100 мл воды, чтобы тоже сделать раствор для протравливания. Дело в том, что различные семена имеют различную, конечно, чувствительность к тем или иным протравителям, поэтому те концентрации, которые мы будем использовать, будут весьма-весьма щадящие. Вообще, в домашних условиях рассчитать точную концентрацию тех или иных веществ достаточно сложно, ведь у вас нету точных весов и мерной посуды, чтобы сделать раствор очень точной концентрации. Поэтому будем делать все очень по-домашнему. Вот у нас есть пакетик 10 г борной кислоты. Для того, чтобы нам сделать 2% раствор, необходимо взять примерно пятую часть этого пакетика и растворить в 100 мл воды, что я, в общем-то, и сделаю. Ну, это примерно вот такое количество. После приготовления всех растворов еще накапаем йода. На 100 мл воды накапаем примерно 30 капель йода. Раз, два, три, четыре. Опа! Ну, я думаю, что уже достаточно. После того, как все наши растворы приготовились, а все вещества, которые мы добавили, как вы видите, это все вещества, которые очень легко найти во магазине, в аптеке или дома, если у вас растет алоэ, например, они должны как следует раствориться. После чего в эти растворы необходимо добавить семена и как следует их там промыть в этих растворах. Существуют разные рекомендации относительно, как долго держать в растворе необходимые семена. Кто-то замачивает на ночь в растворе, кто-то на 10 минут, кто-то на 15, кто-то на 20. Мы замочим наши семена томатов примерно на полчаса. Для того, чтобы замочить семена, вот у нас есть семена томатов, просто из пакетов, из магазина, мы, соответственно, разложим примерно одинаковое количество семян в каждый раствор и оставим их там на полчаса. Все это чрезвычайно несложно. Для того, чтобы семена протравились как следует, после того, как мы положили туда семена в растворы, мы их как следует взболтаем, чтобы семена промылись и протравились. Но разные растворы могут оказать как положительное, так и отрицательное действие на семена. Ведь, скажем, раствор гипохлорита в хлорке или перекись водорода, или хлоргексидин могут оказаться достаточно жесткими протравителями для семян. И, может быть, там как раз не окажется патогенных бактерий или грибов после нашей процедуры. Однако же неизвестно, насколько эти растворы повлияют на сами семена. И для того, чтобы проверить, эффективен или неэффективен этот способ протравливания с точки зрения схожести семян, все семена, которые мы протравили, промоем водой и посадим в такие вот баночки с салфеткой. Поставим их в благоприятные условия для проращивания. И потом посмотрим, насколько сильно повлияло наше протравление на схожесть семян. Ну, а для того, чтобы оценить эффективность протравливания, после того, как у нас пройдет здесь полчаса и наши семена, как мы ожидаем, освободятся от патогенных бактерий или грибов, все семена мы посеем на чашечке Петри с специальной питательной средой. И через несколько дней узнаем, остались какие-то патогенные грибы, бактерии на семенах или не остались. Таким образом, мы сможем выбрать наиболее эффективный способ протравливания семян. Итак, прошло полчаса с тех пор, как мы положили наши семена в разные растворы для протравливания. И теперь настало время посмотреть, насколько они будут эффективны при протравливании эти растворы и насколько они будут эффективны для повышения схожести и качества проростков. Для этого мы берем наши семена из раствора, промываем их в воде для того, чтобы освободиться от самого протравителя и будем раскладывать их на чашечки Петри со специальной питательной средой. И будем смотреть, проросли бактерии, патогенные грибы с поверхности семян или их там все-таки нет. Примерно через двое суток мы увидим результаты этого эксперимента и примерно через неделю мы увидим результаты этого эксперимента. Мы будем рады видеть вас на нашем канале Процветок, чтобы делиться теми результатами, которые мы получим. До встречи! Продолжение следует... Продолжение следует...